МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Это программа Кошачий алфавит. Самая большая кошка в мире это не лев, как принято считать, а тигр. Мужские особи весом превышают 300 килограммов и вырастают до 3 метров, не считая почти метрового хвоста. Говорят, что тигр способен съесть 40 килограммов мяса за один присест. Представляете, если бы домашней мурке требовалось столько же пищи? Однако есть кошки, которые не прочь полакомиться мясцом в больших количествах. Вроде и домашними их назвать трудно, но они приручаются и живут бок о бок с человеком, словно самые обыкновенные васьки-дамурзики. Давайте посмотрим на них. Сервалы. Что или кто это? Экзотические растения, племена в Южной Африке или кошки? Из чего состоит меню домашней, дикой кошки и как себя вести, чтобы самому не стать основным блюдом? Как дикую красавицу превратить в домашнюю мурку? Секреты разведения эксклюзивной породы. Обо всем этом сегодня в программе Кошачий алфавит. Кошачий алфавит. Люди всегда тянулись к необычному и экзотическому. Было время, когда только избранные могли себе позволить держать дома кошку. Но шли века, одна эпоха сменяла другую, и сегодня уже никого не удивишь пушистыми домашними питомцами. Барси. Зато довольно часто встречается в Западной и Восточной Африке. Сегодня мы можем посмотреть на него и в России. Еще древние египтяне держали сервалов в качестве живых тотемов. Использовали этих великолепных животных и для банальной защиты зернохранилищ от мышей. На протяжении многих веков сервал был домашним любимцем европейской знати. Позже приобрел популярность в США. И вот, наконец, добрался до России. Ну, скажем так, это был эксперимент. Мы знали, что в Америке они очень распространены среди состоятельных людей. Почему? Потому что все-таки их среда обитания, приемлемая для жизни, это загородные дома или же большие квартиры. И нам стало интересно завести таких же кошек здесь, в России, потому что их практически здесь никто не знает. Эксперимент удался. Сервалы в России прижились, освоились. И пусть их еще очень мало, будущее у них, несомненно, есть. Но кто же они такие, эти загадочные звери с красивым названием? Сервал – животное средней величины, длинноногое и стройное. Длина его тела – метр полтора, высота – до 40-65 сантиметров. Масса – от 8 до 18 килограммов. Голова у этой кошки миниатюрная, хвост относительно короткий. По ряду морфологических особенностей сервал считается близким родичем рыси и каракала, хотя окраской больше всего напоминает гепарда. Темные пятна и полосы на желтовато-сером или оранжево-коричневом фоне. Грудь, живот и мордочка у него белые. Уши у сервалов большие, с наружной стороны черные, с желтыми или белыми поперечными пятнами. Детеныши сервала растут быстро. Уже в возрасте одного месяца они невероятно подвижны, игривы и непоседливы. В этот период будьте к ним особенно внимательны. Эти кошки обладают самыми длинными ногами по отношению к своему телу. И вот за этими ножками лучше последить, потому что когда они маленькие, они очень любопытные, забираются на какие-то высокие предметы, там столы, любые другие предметы интерьера, и могут спрыгнуть и поломать эти очень хрупкие, быстро растущие лапки. Сервалы – единственные представители диких кошек, которых можно приручить всех без исключения, если, конечно, приобрести их малышами. Это одни из самых впечатляющих и по-настоящему экзотических домашних питомцев. О ласковости и преданности сервалов входят легенды. Хотя, согласитесь, глядя на них, в это верится с трудом. Тем не менее, сервалы – добрейшие животные. Они могут спокойно бегать, потому что и с ними можно играть, они приносят мячик. То есть большая квартира нужна для того, чтобы им было где побегать, то есть где разбежаться и так далее, чтобы тренировать свои мышцы. Потому что кости и мышцы должны развиваться в балансе. Действительно, такая крупная кошка должна жить на просторе. Подпрыгнуть на 3 метра в высоту и схватить взлетающую птичку – для сервала пара пустяков. А потому его вряд ли устроят, если потолки в вашем жилище будут, как говорится, ниже его потолка. Загородный дом с участком или, в крайнем случае, большая квартира – идеальный вариант для сервала. Плюс ко всему нужно помнить, что сервал – это кошка, пусть и крупная. Как и домашняя кошка, сервал метит свою территорию. В дикой природе он делает это весьма часто. Поэтому, чтобы избежать сильного и неприятного запаха, этих животных рекомендуется держать на открытом пространстве или стерилизовать. Если же стерилизация в планы не входит, а цель, наоборот, разведение, тогда сервалов нужно оградить от человеческой ласки и внимания, чтобы они не отвлекались от своей главной задачи. А вот животные, взятые в дом, что называется, для души, как раз нуждаются в вашей дружбе. С ними можно играть и дрессировать их. Тем более, что они необычайно умны. Много такого собачьего в их поведении. То есть мы любим поиграться, мы любим поиграться вместе с хозяином. Мы любим именно не как кошка, которая вот, что человек, для нее это является слугой. Это является больше другом человека, чем слугой. Ну что, ну что, что, тебе тоже надо поцеловать, да? Да? Всех надо поцеловать. Иди отсюда. Ладно, ты взрослая собака, не мешай интервью давать. Да, кстати, раз уж речь зашла о взаимоотношениях с другими домашними питомцами, этот котенок еще слишком мал и побаивается большой собаки. А если он будет жить с нею бок о бок, их отношения могут перерасти в нежную дружбу. Это касается всех домашних животных, за исключением птичек, хомячков и крыс. Их сервал попросту съест. Сервал – одна из немногих диких кошек, которая становится по-настоящему преданным и любящим другом хозяину. С возрастом агрессии у них не прибавляется. Более того, они ласковы невероятно. А вот о своих гостях позаботиться будет не лишним. Сервал, как ни крути, дикий зверь. И вашего гостя может принять за врага. Он не примет другого какого-то стороннего человека, кроме своего хозяина. Не то, что он специально прям бросится защищать. А это будет инстинкт. Что чужой, значит, не нужен. Поэтому может напасть. Если вам доведется побывать в доме, где есть сервал, главное – не бойтесь. Тогда он не тронет вас, а может даже и подружится. Как следует ухаживать за сервалом, чтобы вырастить из него домашнего любимца, а не дикого зверя? Вот главный вопрос, который нас мучил. Само собой, мы поспешили задать его профессионалу. Как вырастить сервалов? Сначала сервалов нужно родить. Для того, чтобы родить сервалов, нужно, чтобы мальчик и девочка, ну, где-то до двух, до трех лет, пожили у вас дома. Чтобы они были, скажем так, сложившейся парой. Чтобы им хотелось иметь котят, чтобы для них для этого были все условия. И потом, когда такое чудо появится на свет, для того, чтобы он был ручным, взять его у матери, как только у нее начинают открываться глаза, где-то в 10 дней. И дальше по 5-6 раз в день из бутылочки, молоком, кормить, гладить, ухаживать. Тогда появится вот такая непоседа, которому все интересно, которому все хочется попробовать, которому все хочется изучать, который хочет быть вместе с вами. Вот так вот. Не стоит превращать прием пищи в обычную кормежку. Пусть это тоже станет частью вашего общения с малышом. Лучший способ заручиться уважением сервала – это с детства общаться с ним и кормить его с рук. Тогда он будет знать, что рядом с вами он в полной безопасности. Наелся ты, наелся. Молодец. Да-да, сервал нуждается в том, чтобы чувствовать себя в безопасности в вашем доме. Взяв на себя ответственность за этого дикого зверя, вы заключаете с ним молчаливое соглашение о том, что он будет послушным котиком, а вы обеспечите ему все необходимые условия для жизни. Как и любые кошки, сервалы нуждаются в ветеринарном уходе. Им делают все те же необходимые прививки. Уход за взрослыми особами не так трудоемок, как за малышами. Сервалы любят воду. Следите за тем, чтобы она всегда была в свободном доступе. Едят они один раз в день, но учтите – никакого сухого корма для кошек. Птица с костями, рыба, мясо. Все, что такая кисонька ела бы в естественных условиях. Ой, какая курочка. Ну ладно. Отобрать у меня курочку хочешь, да? Ой, какая курочка вкусная. Ой. А ладно, сейчас за тебя курочку твою съест. Давай. Ну! Чуть-чуть. Горюбай. У них у каждого вообще есть свои предпочтения. Кто-то больше любит курицу, кто-то больше любит мясо, кто-то больше любит, ну скажем так, и то, и то, что успеют съесть. А вообще для них самое, конечно, лакомство – это перепела. Коготки у этих зверей прекрасно сформированы уже в месячном возрасте. Поэтому в большинстве случаев, когда сервала берут в дом, когти удаляют. Сервалов не рекомендуется заводить, когда есть дети младше пяти лет, потому что они очень маленькие, и просто сервалы могут, если большой сервал, он может принять просто их за игрушку. Шерсти от сервала в доме не больше и не меньше, чем от самого обыкновенного короткошерстного васьки. Их не нужно купать и вычесывать. Природа сама обо всем позаботилась. Главная задача людей – грамотно их приручить. Все остальное, как говорится, дело техники. Первым человеком, который решил, что кошки должны делиться на породы, был Харрисон Вейер. Сегодня мы все знаем, что кошки бывают британские, сиамские, персидские и так далее. Однако современных ценителей все больше привлекают породы редкие и эксклюзивные. Нежная дружба между сервалом и человеком послужила толчком к появлению новой породы кошек. Однажды люди решили, что неплохо было бы иметь такого вот красивого пятнистого сервала, только миниатюрного. Решили и принялись за его выведение. Задача оказалась не из легких. Ведь для того, чтобы мечта имени сервали стала реальностью, необходимо скрестить дикого зверя с обыкновенной домашней муркой. Полученный гибрид назвали саванной. Сегодня разведением саванн занимаются профессионально во многих странах мира. Мы расскажем вам о том, кто такие саванны и как заводчики их получают. Итак, для начала сервалу необходимо найти пару. Пару вот этому красавцу может составить в принципе и обычная мурка, но чаще всего это кошки породы египетская, мау, сиамские или бенгальские. Тут-то и возникает у заводчика первая и основная проблема. Сложен, потому что, как бы понятное дело, что сервал гораздо больше размером домашней кошки. И из-за этого есть сложность. Несовпадение размеров, и они не всегда скрещиваются, то есть именно из-за этого. Так как это совершенно разные весовые категории. Но когда такое случается, рождаются котята – саванны. Правда, пока не совсем такие, каких вы видите на экране. Саванны первого поколения еще очень похожи на сервалов. К примеру, они вырастают практически до колена человека. Но даже не в этом главное их отличие. Дело в том, что первые саванны-коты бесплодны, и кошек скрещивают чаще всего с бенгальскими котами. И только в пятом поколении рождается на свет такое вот чудо – домашняя кошка с окрасом сервала. Эти саванны называются саванны F5. Они стопроцентные представители породы. Очень долго их не признавали, потому что считали, что это гибрид и так далее. Да, это гибридная кошка, потому что она так выведена. Но, тем не менее, ее признали, и сейчас есть определенные стандарты, которые придерживаются профессиональные заводчики. Уши большие и высоко поставлены, широкие в основании и с округленными кончиками. Глаза поставлены умеренно глубоко под достаточно развитыми надбровьями. Расстояние между глазами равно размеру глаза. Внешний облик саванны вызывает восхищение. Ее окрас от серебристого цвета к янтарному бесподобен. Шерсть короткая и мягкая, с пятнистым рисунком, унаследованным от сервала. Эта огромная элегантная пятнистая кошка – одна из самых редких, дорогих и красивых в мире. Саванна Неповторимая и прекрасна каждая, но все же есть у саванн, как у представителей одной породы и общие черты. Они очень привязываются к человеку, а потому с раннего возраста им необходимо много общения. Саванна любит играть. Если войдет в раж, может делать это бесконечно долго. Они также играются в игрушки, которые можно сказать собачьими назвать. Они также иногда любят цепляться за какие-то предметы, там, будь это веревка или что-то еще, какая-то игрушка резиного, ее удерживать. Такое есть. Лучше, если саванна в доме будет не одна. С подружкой она точно не заскучает, а это важно. Можно завести и собаку, только не охотничью, а то вдруг не поладят. Как правило, саванны быстро привыкают к наличию в доме других животных и прекрасно с ними ладят. Но доведись им жить под одной крышей с грызунами или птицами, последние могут пострадать, если вдруг у саванны проснется инстинкт дикого предка сервала. А еще от сервалов саванны переняли сообразительность и прыгучесть. Все-таки они очень умные. Они спокойно могут буквально за неделю, полторы запомнить, как вы открываете дверь, и также научиться запрыгивать на эту ручку, наклонять ее и открывать тем самым дверь. То есть они очень смышленные. Саванны не боятся чужих и не причиняют им вреда. Не станут нападать на вас без причины, царапать. Они совсем домашние, эти мурки с диким предком. Условия содержания саванне необходимы такие же, как и любой другой кошке. Ей не требуется много места. Обычная городская квартира вполне подойдет. Подойдет и обыкновенный сухой корм для кошек. То есть, конечно, не обыкновенный, а хороший, качественный. Вы же не хотите, чтобы такая красавица болела? Мыть саванн не надо. Расчесывать – разве что в период леньки. Еда, вода и человеческое тепло – это все, что нужно вашей кошке для счастья. Даже если она такая необыкновенная, как саванна или сервал. Население небольшого островка Фраджес в Индийском океане состоит исключительно из кошек. Индийские ученые выяснили, что в 1890 году на коралловых рифах у берегов острова разбилось судно. Уцелевшие моряки добрались до острова, однако не дождались спасения. А находившиеся на судне несколько кошек не только выжили, но и размножились. Сегодня на острове их насчитывается более тысячи. Питаются они рыбой, ракообразными морскими ежами. Целый остров кошек – это, наверное, завораживающее зрелище. Но все-таки я считаю, что кошка должна жить рядом с человеком. Так уж повелось испокон веков, и пока от этого и животным, и людям только благо. Это была программа «Кошачий алфавит». Всего вам доброго! МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Они приносят мячик. То есть большая квартира нужна для того, чтобы им было где побегать, то есть где разбежаться и так далее, чтобы тренировать свои мышцы. Потому что кости и мышцы должны развиваться в балансе. Действительно, такая крупная кошка должна жить на просторе. Подпрыгнуть на 3 метра в высоту и схватить взлетающую птичку – для сервала пара пустяков. А потому его вряд ли устроят, если потолки в вашем жилище будут, как говорится, ниже его потолка. Загородный дом с участком или, в крайнем случае, большая квартира – идеальный вариант для сервала. Плюс ко всему нужно помнить, что сервал – это кошка, пусть и крупная. Как и домашняя кошка, сервал метит свою территорию. В дикой природе он делает это весьма часто. Поэтому, чтобы избежать сильного и неприятного запаха, этих животных рекомендуется держать на открытом пространстве или стерилизовать. Если же стерилизация в планы не входит, а цель, наоборот, разведения, тогда сервалов нужно оградить от человеческой ласки и внимания, чтобы они не отвлекались от своей главной задачи. А вот животные, взятые в дом, что называется, для души, как раз нуждаются в вашей дружбе. С ними можно играть и дрессировать их. Тем более, что они необычайно умны. Много такого собачьего в их поведении. То есть мы любим поиграться, мы любим поиграться вместе с хозяином. Мы любим именно не как кошка, которая вот, что человек, для нее это является слугой. Это является больше другом человека, чем слугой. Ну что? Ну что? Что, тебе тоже надо поцеловать, да? Да? Всех надо поцеловать. Иди отсюда. Ладно, ты взрослая собака, не мешай интервью давать. Да, кстати, раз уж речь зашла взаимоотношка, полтора, высота до 40-65 сантиметров. Масса от 8 до 18 килограммов. Голова у этой кошки миниатюрная, хвост относительно короткий. По ряду морфологических особенностей сервал считается близким родичем рыси и каракала, хотя окраской больше всего напоминает гепарда. Темные пятна и полосы на желтовато-сером или оранжево-коричневом фоне. Грудь, живот и мордочка у него белые. Уши у сервалов большие, с наружной стороны черные, с желтыми или белыми поперечными пятнами. Детеныши сервала растут быстро. Уже в возрасте одного месяца они невероятно подвижны, игривы и непоседливы. В этот период будьте к ним особенно внимательны. Эти кошки обладают самыми длинными ногами по отношению к своему телу. И вот за этими ножками лучше последить, потому что, когда они маленькие, они очень любопытные, забираются на какие-то высокие предметы, там столы, любые другие предметы интерьера, и могут спрыгнуть и поломать эти очень хрупкие, быстро растущие лапки. Сервалы – единственные представители диких кошек, которых можно приручить всех без исключения, если, конечно, приобрести их малышами. Это одни из самых впечатляющих и по-настоящему экзотических домашних питомцев. О ласковости и преданности сервалов входят легенды. Хотя, согласитесь, глядя на них, в это верится с трудом. Тем не менее, сервалы – добрейшие животные. Они могут спокойно бегать, потому что и с ними можно играть. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Это программа «Кошачий алфавит». Самая большая кошка в мире – это не лев, как принято считать, а тигр. Мужские особи весом превышают 300 килограммов и вырастают до 3 метров, не считая почти метрового хвоста. Говорят, что тигр способен съесть 40 килограммов мяса за один присест. Представляете, если бы домашней мурке требовалось столько же пищи? Однако есть кошки, которые не прочь полакомиться мясцом в больших количествах. Вроде и домашними их назвать трудно, но они приручаются и живут бок о бок с человеком, словно самые обыкновенные васьки-дамурзики. Давайте посмотрим на них. Сервалы. Что или кто это? Экзотические растения, племена в Южной Африке или кошки? Из чего состоит меню домашней, дикой кошки и как себя вести, чтобы самому не стать основным блюдом? Как дикую красавицу превратить в домашнюю мурку? Секреты разведения эксклюзивной породы. Обо всем этом сегодня в программе «Кошачий алфавит». Люди всегда тянулись к необычному и экзотическому. Было время, когда только избранные могли себе позволить держать дома кошку. Но шли века, одна эпоха сменяла другую, и сегодня уже никого не удивишь пушистыми домашними питомцами. Барси... ...в отношениях с другими домашними питомцами. Этот котенок еще слишком мал и побаивается большой собаки. А если он будет жить с нею бок о бок, их отношения могут перерасти в нежную дружбу. Это касается всех домашних животных, за исключением птичек, хомячков и крыс. Их сервал попросту съест. Сервал – одна из немногих диких кошек, которая становится по-настоящему преданным и любящим другом хозяину. С возрастом агрессии у них не прибавляется. Более того, они ласковы невероятно. А вот о своих гостях позаботиться будет не лишним. Сервал, как ни крути, дикий зверь. И вашего гостя может принять за врага. Он не примет другого какого-то стороннего человека, кроме своего хозяина. Не то, что он специально прям бросится защищать, а это будет инстинкт, что чужой, значит, не нужен. Поэтому может напасть. Если вам доведется побывать в доме, где есть сервал, главное – не бойтесь. Тогда он не тронет вас, а может даже и подружится. Как следует ухаживать за сервалом, чтобы вырастить из него домашнего любимца, а не дикого зверя? Вот главный вопрос, который нас мучил. Само собой, мы поспешили задать его профессионалу. Как вырастить сервалов? Сначала сервалов нужно родить. Для того, чтобы родить сервалов, нужно, чтобы мальчик и девочка где-то до двух, до трех лет пожили у вас дома, чтобы они были, скажем так, зато довольно часто встречается в Западной и Восточной Африке. Сегодня мы можем посмотреть на него и в России. Еще древние египтяне держали сервалов в качестве живых тотемов. Использовали этих великолепных животных и для банальной защиты зернохранилищ от мышей. На протяжении многих веков сервал был домашним любимцем европейской знати. Позже приобрел популярность в США. И вот, наконец, добрался до России. Ну, скажем так, это был эксперимент. Мы знали, что в Америке они очень распространены среди состоятельных людей. Почему? Потому что все-таки их среда обитания, приемлемая для жизни, это загородные дома или же большие квартиры. И нам стало интересно завести таких же кошек здесь, в России, потому что их практически здесь никто не знает. Эксперимент удался. Сервалы в России прижились, освоились. И пусть их еще очень мало, будущее у них, несомненно, есть. Но кто же они такие, эти загадочные звери с красивым названием? Сервал – животное средней величины, длинноногое и стройное. Длина его тела – метр...